Крым давно излюбленное место отдыха. Еще одна из дочерей Николая II писала, что в Крыму жизнь, а в Петербурге служба. С ней были согласны люди приезжающие на полуостров дышать морским воздухом, наслаждаться ласковым солнцем. После революции 1917 года и до сегодняшнего дня ничего не изменилось, из-за географического положения и некоторой оторванности от России добраться на пляже Крыма можно тремя известными способами – самолетом, поездом, автомобилем. Нужно выбрать для себя оптимальный по удобству и деньгам. Летать – самый быстрый путь. Достаточно сесть в воздушное судно и через час х в аэропорту получать багаж и отправляться загорать. За малое время проголодаться не получится, и устать от путешествия тоже. Важный момент – цена. В летний сезон она не каждому по карману, особенно если лететь с семьей. Хотя в последнее время некоторые авиакомпании запустили бюджетные рейсы, все равно в среднем на человека выходит от 4000 рублей. И это только цена на перелеты из столиц. Выход – отслеживать скидки, покупать билеты заранее. На специальных сайтах полно таких «вкусных» акций. На каком транспорте лучше путешествовать с ребенком, самолет, поезд, автомобиль или автобус. Хорошая альтернатива – путешествие по рельсам. Можно добраться до полуострова с пересадками. Доехать до Краснодара или Анапы. Пересесть на автобус до Крыма. Стоимость билета в горячую пору начинается от 3000 рублей за плацкарт. Заранее заказать билет нельзя. К примеру, на июнь продажа начинается в марте. Время и расходы в дороге расстраивают. Хорошо туристам столичным, меньше страдающим от долгой дороги. А если отдыхать, к примеру, из Кузьбасса. Он тратит четверо суток только в поезде и один день мытарствует с чемоданами по автобусам, добираясь. Плюс питание. Элементарно хочется привычно пообедать, а это сложно, дорого в пути. В конце 2019 года произошло приятное событие. Запустили прямой поезд из Москвы до Симферополя. Пересаживаться не нужно, удобно расположиться на удобной полочке и путешествовать с комфортом, красота. Цена за поездку из столицы в купе начинается от 3000 рублей. Летом, разумеется, дороже. Какой самолет лучше выбрать для перелета, Боинг или Аэрбас до запуска движения по Крымскому мосту? Машина была распространенным способом путешествий. Потому что свобода передвижения – это наше все. Не надо зависеть от расписания. Расходы на бензин вполне подъемные. Недостатком была очередь на паром до Керчи. По жаре – это то еще удовольствие. Ну и да, это тоже немалая статья. На путешествующих стараются заработать все. Стройка века избавила автомобилистов от кошмара. 19 километров бесплатного движения, не более 90 километров в час, по новенькому мосту. Главное, не останавливаться для селфи. Людей понять можно, ну как не сфотографироваться на фоне арочного проема. А за это можно получить штраф. Кстати, надо учитывать расходы перед отпуском, подготовка машины перед дорогой, покупка страховок, платные дороги, по желанию, программу для смартфона антирадар М, убережет от штрафов. Закрывающая круглая скобка точка. Если это не останавливает, то вперед, к морю. Когда лучше покупать билет на поезд однозначно, каждый решает, что для него выгодней. Однозначного совета дать невозможно. Везде есть плюсы и минусы. Какой бы способ не выбрал путник, лишь бы отдых не был испорчен. Ставь лайк и подписывайся.